Мы продолжаем изучение 23-й главы первого тома капитана о всеобщем законе патриотического накопления. Мы прошли первый параграф этой главы, где говорилось о расширении капитана при неизменном соотношении его составных частей переменного и постоянного капитана, что имеет место при развитии, скажем, мануфактур. То есть, количественно капитал растет, но производительность труда не меняется, производительные силы практически не меняются, ну и при этом, соответственно, возрастает потребность в рабочей силе, и она может приводить к дефициту рабочей силы и, соответственно, повышению ее стоимости. Во второй главе мы рассматривали изменение вот этого отношения между переменным и постоянным капиталом в ходе развития производительных сил, что имеет место уже при фабричном этапе капитализма. При увеличении производительности труда, при изменении оборудования на более производительное, изменяется соотношение между вот этими составными частями накопления. Ну а накопление, как мы помним, это что, товарищи, кстати? Накопление капитала? Да. Перевод это же прибавочная стоимость. Когда мы прибавочную стоимость опять-таки впускаем в... Как и согласие превращения прибавочной стоимости в капитал, совершенно верно. Вот, ну и так, на всякий случай, вспомнили, товарищи, в случае совершенно верно. Вот, значит, накопление, и мы увидели, что при развитии производительных сил доля постоянного капитала постоянно все время возрастает, а доля переменного капитала падает. Ведет ли это к абсолютному сокращению рабочих? Вовсе не обязательно. И в общем, в целом, даже к этому не ведет. Просто на единицу вложенного капитала падает число рабочих, падает переменный капитал и, соответственно, число рабочих. Но в целом, в связи с возрастанием массы капитала в целом, это число рабочих возрастает. Но, с другой стороны, наблюдается так называемое перенаселение, когда часть рабочих оказывается на тот или иной период невостребована. И далее мы вот это перенаселение изучали и увидели, что здесь в отношении рабочих и фабрик имеет место как вытяжение, так и отталкивание. В начале, при увеличении предварительности труда и, соответственно, развитии предварительных сил, рабочие выталкиваются с фабрики. Но затем с возрастанием капитана, а также в связи с тем, что с возрастанием капитана набираются новые рабочие. И это идут такие вот цифры. Это мы рассматриваем первые три параграфа. Ну а теперь у нас параграф четыре. Различные формы существования относительного перенаселения. Всеобщий закон капиталистического накопления. Значит, что такое, во-первых, перенаселение, относительное перенаселение? Как это понимать? Кто относится к этим относительно лишним людям? Относительно перенаселения. Те, которые не заняты, которые немножко работают? Либо заняты частично. Либо заняты частично. Вот эти все на трехдневки. Все скольные перенаселения. Да, это вот все относительно относится к относительному перенаселению. Иван здесь рассматривает разные градации. Вот он пишет, что в центрах современной промышленности рабочие топ притягиваются в более значительном количестве. Так что, в общем, и целом число занятых увеличивается. Хотя нет постоянной убывающей пропорции по сравнению с масштабом производства. То есть, производство растет быстрее всего развития предварительных сил, чему требуются рабочие. Вот, а перенаселение здесь существует в текучей форме. Значит, так вот какие градации от этого перенаселения? То есть, реформа текучая, скрытая и застойная. Самая безнадежная из тех, кто все-таки привлекается. Ну и четвертая, практически, это нищие совершенно слои населения, которые случайно привлекаются к каким-то работам. И это, ну, люди совершенно ответственные. Нет, потому что нищета, но они к застойме относятся. Ну вот здесь третья категория рассматривается, а потом после этого говорится, наконец, низший слой отнать. Ну, это мы еще до этого дойдем. Давайте начнем с первых. Павлова, да, как МАЗ пишет. Да. Ну, вот я могу свои вопросы быстренько насчитать. Кроме проявления относительного перенаселения в виде резервной армии труда, в армии людей, закономерно погружаемых в заработницу, с ростом накопления капитала производственного и погоня, естественно, капиталистского за прибылью. Это перенаселение существует и в виде работы лишь сокращенного временного интервала. Предоставление работы, предоставление ее предприятию лишь в определенный сезон, сезонник, или же в течение малой части обычного рабочего дня. Так, в среде, так, все, Марс называет текущим. Так, спасибо, чтобы это вообще было понятнее. Это вы сейчас на какой, вот три формы, текучая, скрытая и достойная. Ну и четвертая, которую, она, как бы, даже Марс не относит к этим формам, там совсем все плохо. Там совсем плохо. Это вы сейчас говорите о текучей форме. Ну да. Что здесь представляет текучая форма? Да, вот, как вот это можно? Ну, он не рассматривает, ну, сверхобычную безработицу во время кризисов или депрессии и называет текущей формой, значит, ну, и это характерно безработице для средних темпов роста капиталистической экономики. Во время этого роста капиталистической экономики кривая спроса на рабочие силы имеет такой монотонно возрастающий, но замедляющий свой рост и пилообразную форму. То есть идет, идет, потом сброс части ненужных рабочих после того, как был освоен новый парк более высокопроизводительной техники. Потом появляется более, еще более высокопроизводительная техника, позволяющая там побить конкурентов в твоей стране, тем более на внешних рынках. Тогда спрос на рабочую силу начинает расти до определенного предела, потом он обрывается из-за того, что рынки переполняются произведенной продукцией, ну и так далее. То есть вот текущая форма, она характерна для крупных промышленных центров? Да. Да. Ну, для крупных наполе и крупных буржуазных экономик. Значит, для нее характерна, в частности, иммиграция, да? Да. Когда рабочие отправляются за иммигрирующим капиталом. Да. Ну, особенно сейчас характерна для, ну, вернее, прошлые десятилетия, или прошлые там пару десятилетий было характерно для капитала в Северной Америке и Западной Европы. Но при том, что вывозились, ну, капиталы, там, заводы, там, пачками, можно сказать, десятками, сотни, в Китай, Юго-Восточную Азию, в Латинскую Америку, в Индию. Вот. Ну, из персонала, занятого при этом капитале из Западной Европы, из Северной Америки, выезжали только в основном специалисты или ранее высококвалифицированные рабочие. А дешевая рабочая сила, значит, набиралась на месте. И стоила она дешевле, чем в подвешившейся... Ну, это сейчас, а времена Марса... ...инстократа капитализма в Восточной Европе. Когда Марс описал, тут была другая картина, тогда эти годы было переселение в Америку. Есть с сотни тысяч миллионов... Да, и там-то как раз рабочая сила эмигировала, как раз вот дешевая рабочая сила из Англии, Ирландии, и других европейских стран, она ехала в Америку как раз. Ну, другое. Потом, что вот здесь еще надо понимать? Что к тому же капитал потребляет рабочую сила так быстро, что рабочий уже в среднем возрасте оказывается агрехревшим. Он попадает в виды избыточных или оттесняется с высшей ступени на лишнее. И, пишет далее Марс, как раз у рабочих крупной промышленности мы наталкиваемся на самую короткую продолжительность жизни. Доктор Ли, санитарный врач Манчестера установил, что в этом городе средняя продолжительность жизни для состоятельного класса составляла 38 лет, но это было в первой половине 19 века. Ну, это в середине. А для рабочего класса всего 17 лет. То есть рабочие в два раза меньше жили, чем представители состоятельного класса. Вот в России, имперская еще, где-то в начале 20 века средняя продолжительность жизни была меньше 35 лет. А в азиатской части – меньше 30. Но при этом, если взять атлас императорский с 1111 года до города Москвы, то младенческая смертность составляла 43%. То есть сейчас ни в какой стране мира такой высокой смертности нет. А к чему это Марс говорит об отреклевших рабочих, об их короткой продолжительности жизни? А к тому, что общественная потребность в рабочей силе удовлетворяется ранними браками, необходимым следственным условием, в котором живут рабочие крупные промышленности, и той премии за производство рабочих детей, которыми дает их эксплуатация. То есть, как вот сейчас, кстати, вот Татьяна Владимировна наша рассказывала про ее коллег таджиков на стройке, что он там 35 лет, он уже, все, он уже не работает, его дети кормят. Он уже едет к себе, и он к нам царствует на даму. Так, ну это вот первая форма, текучая, характерная для крупных промышленных центров. Вторая форма, скрытая. Постояннее скрытое перенаселение, как пишет Марс. Она лечит для каких районов характерно? Сельскохозяйственное. Сельскохозяйственное. Крупное башенное производство. И вот то, что вот пишут, умирание русской деревни, вот которое началось с 70-х, даже с 60-х годов, и оно сейчас активно продолжается, вот все эти умиршие деревни, это вот результат, это не чего-то необычное, а это результат вот обычного капитализма. И вот такой вот. Можно сюда отнести офисных обучников, которые тоже будут вытесняться, но там полтора, там, со временем, то есть информационные технологии будут уменьшать. Ну, это все-таки уменьшать. Мы здесь, это текучая форма, конечно. Это здесь нет никакой разницы. Текучая, мы уже рассмотрели, это может быть. Да, да, то есть, да как бы то же самое. И рабочих точно так же. Скрытые. Нет, ну пиши скрытые. А вот то, что быть офисные работники, это текучая. То есть, вот эта рабочая сила крупных, все-таки офисные работники, они сидят не в деревнях, они сидят в крупных промышленных центрах. Ну, да. Вот. И тут эта текучая рабочая сила, тут выгнали с одного места, пошел на другое. А что касается того, что они вытесняются, времена маркца тоже вытеснялись. Так что тогда, например, промышленная революция. И тогда производительность труда могла достать на десятки процентов в год, чего сейчас и близко нет. И тогда рабочие вытеснялись со страшной силой. Но, тем не менее, в крупных промышленных центрах за счет общего возрастания накопления, за счет общего возрастания капитала, общего возрастания промышленности, они себе все равно находили место. То же самое и здесь. То есть, это, я думаю, это некорректно. Нет, ну, я понимаю, что это не к сельскому местности не относится, но телефонисты вытеснили автоматические телефонные станции. А в другом месте нашли. Нет, здесь мы пошли в другое место, пошли в другое место работать. Вот в чем вот пишет Маркс? Про скрытую форму. Что Маркс пишет? Причем выталкивание рабочих в скрытой форме не сопровождается, как в промышленности, неземно-дельничестве, большим привлечением их. Здесь, скажем, телефонистов выгнали, но какая-то аналогичная работа в другой фирме осталась. Вот диспетчеров сейчас сколько всяких. Это можно так, можно так работать. Вот, и часть сельского населения находится, поэтому, постоянно в переходном состоянии к превращению в городской или мунифактурный пролетариат. Выжидают условия приятного для их превращения. Этот источник, по относительству избыточного населения, течет постоянно. Но постоянное течение к городам предполагает уже в деревню постоянное скрытое перенаселение. Вот то, что у нас сейчас даже не деревня, а даже малые города, пересекаются в крупные микрополисы, да? Вот это вот оно самое и есть. Обычно многоэтапно там из деревни в райцентры, из райцентров в областной центр перекачивают, оттуда уже стараются или микрополисы, или вообще за границу. Вот, и всего этого сельского рабочего сможет к нижнейшему уровню заработной платы. И он всегда стоит одной ногой в бороте по уперизму. То есть вот эти вот люди, так называемые русские гастарбайтеры, которые приехали в Ленинград из деревень, из малых городов, они находятся действительно в самом жутком состоянии. Вот у нас женщины устроились на одно предприятие, где как раз такие работают. То есть туда, скажем, таджиков, узбеков, в принципе, они берут, берут вот таких русских гастарбайтеров. Кто эти люди? Они живут в хостерах, причем там это такие, ну, вроде женщины, что называется, из семей интеллигентных, там все такое. Говорят, вот, говорит, у меня хорошая комната, сколько там, 5 тысяч в месяц плачу, 4 этих рядом еще соседки, меняются ветка, я всем доволен, хороший хостер. И они работают на этом предприятии за 20-27 тысяч, 27 тысяч его считается приличным в месяц. Они забиты жутко, там условия труда жуткие, техника безопасности жуткая. Там вот женщина недавно на руки клей пролился, там они кричали на все это, перчаток никаких нет, естественно. То есть там страшная идея сейчас творится. Вот это вот, и то, это еще считается неплохо. Есть еще и работные дома. И вот я видел объявление ВКонтакте, в Москву, правда, не у нас, требуются рабочие на вахту. Как там, на вахту. Работа, значит, 6 дробь 1, либо 7 дробь 0. Смены 12 часовые, 12 через 12. Значит, заработная плата, аванс выдается на неделю 1500 рублей, дальше по результатам. Значит, проживание бесплатное, корнюшка бесплатная, то есть в чистом виде работный долг. Хотя это вот так называется. То есть вот это то, что мы наблюдаем у нас сейчас. Ну, это вообще как, даже до первой русской революции, наверное, такие. Ну, если вспомним историю нашу, что российские капиталисты конца 19 века, они, как и нынешние наши, старались сэкономить на всем. А на всем это рабочие пути силы. То есть они строили казармы. Да, рабочие казармы, да. Некоторые изгорялись, казармы-то считались слишком шикарными для рабочих. Старели койки прямо в цехах. И остались не просто документы, фотографии этих революций. И историк, это, конечно, вот продолжение, это речь, видимо, шла, был репортаж, что творится на Остантовском мясоперерабаточном бинаре, да, крупнейший заводок в Москве. Оказывается, на территории завода, из вот этих строительных будок, которые используют строители, когда возводят какие-то дома, сделали казарм, общий житель, где двухляручные кровати и прочее, прочее, прочее. Ну, кровать-то у каждой персональная? Ну, вообще неизвестно. Ну, то, что вы сказали, да, это типичный работный дом по этому слову. Ну, вот потому что вот в музее, помните, вы нас водили-то, Нарвская застава, там рассказывают, что койка была одна-два, их по 12 часов вы работали, это самое. Ну, а зачем тебе койку будет проставить, ничего, с ума сошли? Ну, вот в продолжение темы, буквально цифры, я подготовил цифры, значит, а что у нас в России, может у нас все по-другому, мало ли там Маркс написал 150 лет назад, все изменилось. На самом деле, все это есть в школе касается миграции, Федеральный служб по государственной статистике ведет такой учет по годам. Ну, если брать по-крупному, то у нас в России, значит, внутренняя миграция, то есть каждый год более двух миллионов человек внутри регионов мигрируют, скажем, внутри, скажем, республики или области, и, так сказать, из одного уровня на другое. И между властями тоже более двух миллионов человек. Извот 4 миллиона человек, видимо, из семьи в мире, без семьи, ежегодно. Что-то считать, за 10 лет, получается, 40 миллионов, да. Ну, может, здесь одни и те же дела, там, может быть, и нет, но общего количества занятых у нас 75. То есть вот состояние экономики. Это там, ведь они же, наверное, мигрируют не так, что из одной деревни, в деревню в соседнем районе, или из одного майка. Вот смотрите, как они имеют статистику. Есть общий счет в разбивке внутри регионов и из других регионов. Регион, понимание, это область, республика, рай. И это все-таки регионы, то, что вот с номером. Да, округ, да, федеральный. Федеральный, нет, нет, федеральный округ, там несколько регионов. Да, у нас это область, ну, край, республик. Субъект российского. Субъект, да, совершенно легко. Субъект российского. А, вот, субъект российского. Ну, те, которые много, много, много. Три субъекта. Вот, либо из одного уровня в другой, возможно. Из одного уровня в другой, в другой. Ну, все, они стягивают из деревень в меткие города, и из метких городов в большие города, как раз. Ну, не по горизонтали это все течет. Ну, разумеется, это так. Я говорю об очень масштабах. Из четыре, более четырех миллионов в год. И это внутренняя миграция. А есть еще внешняя. Ну, когда из других. То есть из России едут другие государства, из других государств в Россию. То есть, получается, ежегодно к нам из зарубежных стран приезжает, вот, последние 10 лет, брать, ежегодно более 500 тысяч человек. В год. В год, ежегодно. Это очень стопая цифра. Это зарегистрировано. Регистрировано. Часть данных. И порядка. Сколько здесь получается? Только один тоннус. Насколько тысяч меньше? Три цифра. Я извиняюсь. Это и зарубежные страны. И зарубежные страны, ну, где-то на 150, внизу, еще меньше. И получается, что миграционный обмен, вот эта разница, то есть, миграционный прирост населения, нам дал за 30 лет, ну, с 90-го года, 7,6 миллиона человек. И мы выходим на интересные цифры. То есть, вот, население России, значит, 146,7 миллиона человек. Вот 30 лет назад оно практически такое же и было. Это мы должны учитывать, что почти 8 миллионов миграционный прирост, и 2,3 миллиона дал нам присоединение Крыма. А-а-а, это даже из Крыма? Ну, естественно, его надо присоединять, да? И получается, что реально что у нас приходит? И минус 10 миллионов, да, идет умиральность. То есть, у нас отрицательное? А, отрицательное? А, отрицательное. Ну, деятельно. Ну, капиталисты не страдают. Рабочую силу они имеют с каждым годом все дешевле и дешевле за счет этого процесса. Что строго как раз по тому материалу, который мы сейчас изучаем. Так, ну, третья категория относительного перенаселения. Скрыто. Нет, вторая скрытая, вот только что они и говорили, это вот. А, застойная. Застойная, да. Так, я правильно понял, что застойная категория это и есть лидерная армия рудничек? Нет, они все лидерные армии. Это предчасть, это самая лидерная, и не с собой в двух формах. А вся текущая, скрытая. Это часть, которая совершенно работает на суперниччинских условиях. Значит, наша разная статистика дает две цифры. Общее количество безработных. Первая цифра 700 тысяч человек. Это официально зарегистрированные безработные. На беже труда. А есть вторая цифра в соответствии с методикой международной организацией труда. Это те люди, которые не имеют работы, ищут ее, и готовы в кратчайшие сроки приступить к работе. Там проявляются какие-то, так сказать, выборочные следы. Таких у нас выходит четырех миллионов. Человеку. Вот общий объем безработных. Четыре миллиона. А вот эти четыре миллиона, не входит ли тех, кто сейчас работает на какой-то работе, скажем, низкооплачиваемой, но вот готовы в любой момент ее бросить? Это честь-то люди безработные. Это второе. Есть такой показатель. Частично заняты. Но тоже статистика ведется выборочная. Поэтому она замниживает зрение. Но я могу сказать, что если посмотреть динамику, то в зависимости от экономической ситуации, так и прочих факторов, вот эти скачки один к четыреху. То есть частично заняты. То есть еще раз, вот эти четыре миллиона по критериям международной организации труда это те люди, которые не имеют работы в нас, которые ищут работу, и которые готовы в кратчайший срок, в течение полного дня, приступить к работе. И это по данным выборочных обследований. То есть она тоже может выдать эта цифра. Потому что вряд ли те, кто входит в застойные, скажем мне, попадают туда. Или что-то. Про эту деревню опрашивают, не знают. Ну, это... Ну, до сих пор они... Так что... Да, у вас застуды переходят. Ну, по крайней мере, в России, это, наверное, те, кто въехали в заброшенные, полузаброшенные деревни, и там с огорода начинают питаться. Ну, это как вы с Татьяной Владимировной? Ну, у меня... Да, нет, ну... Там... Как-то... Село-то еще... Ну, не совсем заброшено. Ну, зачем тут нет? Совсем чертно поедете. Нет, ну, приезжают дважды в неделю автолавки, там... Ну, а тут большое... Ну, вот и третья категория это застойное перенаселение. Образует часть активной рабочей армии, но характеризуется крайней неграбулярностью занятий. Вот у меня есть соседнего подъезда, там сидят пьяницы летом на галочке. Таким образом, она составляет для капитала неисчерпаемое хранилище свободной рабочей силы. Ее жизненный уровень опускается ниже среднего нормального уровня рабочего краса. Эта краса это делает ее для капитала широким базисом отраслей, особенно эксплуатации. Она характеризуется максимумом рабочего времени и минимумом заработной платы. То есть, что опять, так похотя, Марс отмечает, что кто больше всех работает, тот меньше всех получает. Нашим трудолюбивым на заметку. Подрублякой работы на дому мы уже познакомились с ее главной формой. Она рекрутируется постоянно из избыточных рабочих крупной промышленности земледелия, в особенности же из рабочих погибающих отраслей промышленности. Ну, что такое погибающие отрасли промышленности мы все не понаслышке знаем. Вот, но если здесь, в которых и местное производство побеждается мануфактурным, то чем там Зим был побежден или Кировский завод, я не знаю. Он был как раз наоборот. Значит, там мануфактурная машина производственная. Размер вот этой части перенаселения увеличивается. В мере того, как с размерами энергии накопления прогрессирует создание избыточных рабочих. Но она образуется в то же время, вот здесь очень важно, самовоспроизводящиеся и самовековечивающийся элемент рабочего класса. Элемент, принимающий относительно большее участие в общем приросте рабочего класса, чем все остальные элементы. Не только число рождений и смертных случаев, но и абсолютная величина семейств, вот пишет Марс, обратно пропорциональны высоте заработной платы, то есть той самой массе жизненных средств, которые располагаются различные категории рабочих. Вот нам говорят, вы вот считаете, что вот не рожают, потому что денег мало. А на самом деле, вот в царской России жили бедно, вот как рожали. И сейчас там узбеки, таджики, вон у них какие семьи карасальные. А это вот почему? Потому что это напоминает, как писал Марс, массовое размножение животных видов, индивидуально снабых, подвергающихся жестоким преследованиям. То есть вот кролик, символ журнала Плейбой, да? Почему он так стоит? Потому что они размножаются со страшной силой, а почему они размножаются? Потому что в отличие от русского зайца, который может там и бегать быстро, и может она спину лечь, задними рапами в окку живот спорвось, эти кролики они совершенно не бегать не умеют ничего, их пришел пообеду и ушел. Поэтому они так размножаются и они вот так вот это самое. И вот поэтому говорят, что вот в России там низкая рождаемость не потому что маленькая зарплата, а потому что нравственность низкая, надо вор-то запретить, то-се, и тогда вот сразу пойдет ничего подобного. В России маленькая рождаемость, потому что людей нет средств для воспроизводства детей, для гормления детей, с одной стороны. А с другой стороны, мы еще все-таки люди, какая-то память еще 30 лет только прошла, мы еще помним, так сказать, нормальный уровень жизни, и поэтому люди не готовы размножаться вот так вот, чтобы там половина детей умерла, но остальная половина как-то там тебя корнила и так далее. Вот, люди к этому не готовы. И поэтому вот надо понимать, что вот это размножение в царской России, в частности, так далее, это как раз размножение такой нищеты, до которой мы еще не докатились. И вот, так сказать, а то, что мы, в общем-то, Россия вымирает, ну это признан даже президент, выступая на этом, на свое посрание, что это самое, но тоже, конечно, это вместо того, чтобы развивать промышленность, повышать зарплату, давайте будем это платить на 7 лет. А в 7 лет, так сказать, надо понимать, ребенок уже сам, что ли будет зарабатывать, я не очень понял. И до 4 класса, по 4 класса будут бесплатными завтраками кормить, а после 4 класса он должен уже сам? Или как, или родители начнут много зарабатывать? У нас сейчас, в общем-то, не тот случай. Это может быть было бы оправдано, когда заработок зависит бы от квалификации, и, скажем, родители пока молодые, да, им надо помочь там ребенку растить, а когда они выросли, уже, так сказать, у них квалификация повысилась, они стали специалистами, и нормально могут ребенка поднять. Такое и есть, но на очень узком круге предприятий относительно развивающихся. А так вообще, говоря, у нас он специалистов, где я работаю, мирового уровня специалисты по иковным рабочим днем 40 тысяч, 45 тысяч, там один доктор есть, 27, ну вот, то есть, нет, перспектив нет. И это здесь вот, оно, оно пока мы еще не докатились, чтобы вот так размножаться, как это массовое размножение животных видов, индивидуально срамов и подвергающихся жестоким преследованием. Ну и вот, наконец, низший слой, то есть, вот Макс все-таки его выделяет, наконец, низший слой относительно к перевеселению в сфере паумпиризма. Если оставить в стране бродяр преступников и живущих проституцией, коротко говоря, весь лун-люмпен пролетариат, в собственном смысле этого слова, этот слой общества состоит из трех категорий. Во-первых, работоспособное, во-вторых, сироты и дети типа оперов. И в третьих опустившиеся, обнищавшиеся, и работоспособное. Но таких у нас особенно много было в девяностых годах и нулевых. и в большей мере вымерли. Вот, да. И они типа чисто вымерли, потому что у них гробки были целые в этих самых пыдорных, этих лесах. Эти гробки жестоко зачищались при помощи ОМОНа с избиениями там и так далее. Ну и они вот фактически ходили-ходили и очень быстро вымерли. То есть вот это после развала СССР тут, я думаю, не один миллион и может даже и больше, чем миллионы погибло таким образом. Помолчат. Да. Мне статистику можно высчитать. Если делать расчеты, я помню, вам расписать, так могу сказать, по молодосмертности. Значит, если вы откройте данные Федеральной Осудовой Статистике, посмотрите смертность. В 80-е годы, в среднем в России умирало где-то полтора миллиона человек от всех видов смертей. От всех. За год? Конечно, год. От болезней, от дорожного происшествия умирали, от убийств, своей смертью и так далее. Вот запомни эту цифру. По-три миллиона. Вот и пришли другие времена. Начинаем, да? 91-й год, 92-й, и пошли до сегодняшнего. Сразу скачок за два миллиона. Эта 2200 в год, 2 миллиона 200 тысяч на 2 миллиона 300 тысяч. 93-й год, это пик. 2 миллиона, да? 1 миллион 900 тысяч. То есть 1,5 миллиона поминали, Советский Союз или Россия. Естественно, сравнивается только с относимым. То что произошло? Вот было 1,5 миллиона, да? Повторяю, отсеки на среднем на полмиллиона. При плохом строе, там СССР, пришли счастливые времена. Новая Россия была и стала умирать отсеки на снартей на 500 тысяч год больше, на 700, 800 тысяч это рекорд. И таких нам было закрыть 12,5 миллионов человек. Ну, здесь все. Ну, конечно, основной метод, вот берем город, вот он жил, был завод, была больница, школа, дом культуры. Иван Михайлович приводил цитаты от массы все один к одному. Вот закрыли завод, куда заведем деваться. Закрыли больницу, закрыли дом культуры, завезли водку, что произойдет через несколько лет. Задите коломбищенские кресты остановимся. Вот эти 12,5 миллионов человек откуда связь. Как скрыть это дело? Как неприятное вещь? Значит, в российской буржуазной географии придумали такой термин сверхсмертности. Вот смертность во всех странах, в Англии смертность, Германии, смерть, Китай смертность, корей смертность, а в России смертность, вот эти полтора миллиона человек это смертность, кавычках нормальная, и сверхмертность. основания можно считать, что 12 миллионов человек это отражение тех экономических законов, которые советуют зависим, которые масштабы были. Вот такие цифры. Давайте вам их еще заключается. Вот в 90-х годах и даже в нулевых еще бродили, вот я не знаю, как сказать, стаи, табуны, шайки, квалифицированных специалистов, которые, в общем-то, умели все. И когда где-то как-то возникает какая-то потребность, надо было кинуть клич, и быстренько скорачивалась бригада, вопросы решались. Сейчас они повымерли. Сейчас в ряде случаев, в том числе и в оборонной промышленности, и готовы заплатить, вроде бы как, и потребности есть, людей уже не найти, людей нет. То есть вот это вот такое у нас есть. Ну вот и тут уже можно закончить все общего значит Морцел формулирует так сверху накопление богатства на одном полюсе есть тоже накопление нищеты муки труда рабства невежества одичания и моральной деградации на противоположном полюсе то есть на стороне краса которая производит собственный продукт как капитал так это более четко здесь вот очень такое широкое определение нет это чем больше общественное богатство особенно этой правой особенно очень противоположного обладINO чем больше абсолютная величина пролетариата anni привозительная сила его труда тем больше промышленная резервная армия и kommen дальше свободная рабочая сила развивается вследствие austerника причин как и сила расширения капитала следовательно относительная величина промышленной резервной армии возрастает вместе с合 внешнем сил богатства Чем больше резервная армия по сравнению с активной рабочей армией, тем обширнее постоянное перенаселение, нищета которого прямо пропорционально мукам обратно пропорционально. Это вот, это 51 год, а у меня уже, вот, это ошибка была первое издание. Примечается, конечно, прямо пропорционально. Это прямо пропорционально мукам трудоактивной рабочей армии. Наконец, чем больше нищенские слои рабочего класса и промышленная зерная армия, тем больше официальный полпризм. Это абсолютный всеобщий закон капиталистического накопления. Ну вот и вывод. Да, это вот, я что-то, как-то это читал, но я это смотрел, что это вот здесь именно закон это сформулировали. Да, лунная курсива. Да, 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 это понятно. И всеобщий закон капиталистического накопления. Да, и вот, что здесь еще. Значит, Марк здесь, понимаете, сказали некого дистюта за этой России. Бедные нации суть те, где народу хорошо живется, а богатые нации суть те, где народ обыкновенно беден. Да. У нас сейчас богатая нация. Ну конечно, пасешь, журнал Форс. Здесь не наш миллиард в горочке. У нас, да. Наши миллиарды. Да как, здесь тогда надо их вместе и все отпускаем. Наши миллиарды. Нет, ну богатая, конечно, у нас нация. Он опять, ну Сочи сколько потратил. Планеты всей. У нас сейчас деньги-то нищие на всякие поставительские расходы, а автомобиль АУС. АУС, да. У нас очень богатая нация. Вы согласитесь? Если мы заканчиваем, я предложу. Да, наверное, на сегодняшний день. Пятая парадка – это регистрация. Я думаю, что прочитать самостоятельно. Он интересный. Да, он как раз идет. А мы начать бы нам последнее. Давай-ка, да. Да? В пятый раз и показывают, как богатейшая Англия, да, имела нищие пророчества. Приложение прочитать все, а так как получится у нас в пределах. Чем научился? Ну, это последняя глава у нас Пашка первого тома. Нет, нет последней. Ну, она фактически последняя. Вот этот парадок седьмой. Парадок седьмой двадцать четырех главы. Он является как бы выводом. Ну, тайнер первоначального накопления, исторической тенденции. Нет, историческая тенденция к истористическому накоплению. Нет, 25-й законная реколонизация. Да, да. Значит, ну и что тут можно сказать? Вот по поводу вот этого последнего пятого параграфа, двадцать пять главы, иллюстрирующего вот этого перенаселения и крайнюю нищету англичан. Вот эта эпоха, когда Маркс это писал и все это описывал, это, вообще говоря, золотой век Англии, так называемая вегетарианская эпоха. Англия та была на вершине своего богатства, она владела полмиром, и в нее не было конкурентов. Америка тогда была еще и полуколония, хоть и завоевавшая независимость, но полуколония тем не менее. И вот в этой Англии, в богатейшей стране мира, вот так вот жили люди. Поэтому и в этой Англии, добавлю еще раз, бурно развивалась промышленность и стремительно росла производительность труда. Поэтому, когда говорят, что вот, надо больше работать, надо, чтобы страна была богаче, надо, чтобы производительность труда росла, но надо понимать, что при капитализме к улучшению условий жизни рабочего класса это не приведет. Не значит, что этого не должно быть, но просто вот вопросы рабочего класса, улучшения жизни рабочего класса, они решаются другими методами. А не просто вот тупо, чтобы страна была богаче, и производительность труда росла и так далее, от этого рабочего класса будет не улучшение условий жизни, а улучшение в нищету. И страдания, да. Так что вот так вот. Ну, все, отлично, все. Я не понял последующие санятия. Как, да? 24-ю в рабочей недельки, наверное. Продолжение следует...